Сегодня в программе. Найти и обезвредить. Оказывается, некоторые вещества сами находят раковые клетки. Остаётся только уничтожить их лазером. Может ли ребёнок не съесть апельсин, когда ему очень-очень хочется? Или ещё раз о том, как трудно быть человеком? Как соединяло львов и куропаток, звёзды и квадраты, средневековое сознание? Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. Почему лингвистика оправдывает героевские разговорки? 1986 год. Авария на Чернобыльской АЭС. Со всей страны собрались ликвидаторы последствий аварии. Среди них, конечно же, были учёные из Обнинского радиологического медицинского центра. Они изучали влияние разных доз радиации на генный материал. Как скажется катастрофа на будущих поколениях? Никаких генетических последствий воздействия радиации в тех малых и средних дозах, которые имели место во время Чернобыля, мы не обнаружили. Мы нашли. И самые тяжёлые последствия Чернобыля – это возникновение рака щитовидной железы. Такой орган, как щитовидная железа, оказался индикатором воздействия радиации. Учёные из Обнинска не просто собирали данные. Они поместили в клинику всех детей с заражённых территорий и смогли вылечить у них рак щитовидной железы. Благородная миссия. Но одновременно учёные совершили потрясающее открытие. Поражённые радиацией клетки могут самовосстанавливаться. Радиация воздействует на одни процессы, повреждается клетка, часть генетического аппарата и всё. Но параллельно в клетках существуют другие процессы репарации, процессы восстановления. И за счёт активации этих процессов восстановления восстанавливаются клетки. То есть летальные повреждения, но происходит и восстановление клеток до исходного уровня практически. За счёт репарации клеток. Однако радиация не только вызывает заболевания. В строго дозированных количествах она способна лечить. Причём даже такие страшные болезни, как рак. В медицинском радиологическом научном центре разработана методика диагностики при помощи изотопов технеция и самария. Эти изотопы накапливаются в строго определённых органах и тканях. А вот ещё одна методика, позволяющая лечить рак. Уже при помощи лазера. Фотодинамическая терапия – это новый метод лечения злокачественных новообразований. Суть которого заключается в следующем. Специальное вещество, производное так называемых парферинов. Это могут быть вещества, полученные из гемоглобина крови или из зелёных растений, из хлорофилла. Вводится внутривенно в организм человека, больного раком. И данное вещество накапливается в опухоли. Надо сказать, что механизм накопления парферинов в раковых клетках учёным до конца ещё не ясен. Скорее всего, они выборочно накапливаются в наиболее активно растущих тканях. Как бы то ни было, эффект такого накопления многократно подтверждён в экспериментах и в клинике. Что же дальше? После этого, когда накопилось вещество в опухоли, вещество обычно называют фотосенсибилизатором, то опухоль облучается лазером, лазерным светом той же длины волны, который поглощает введенный фотосенсибилизатор. При этом происходит химическая реакция, в результате которой образуется очень активный, так называемый, синглетный кислород. И опухолевая клетка попросту сгорает. Она сгорает до такой степени, что на месте опухоли образуется некротическая ткань. Хочется предупредить, что эта фототерапевтическая методика не панацея. Учёные не могут помочь в случае, когда заболевание находится на последней стадии. Но если обратиться вовремя, результат с большой вероятностью будет положительным. И ещё. Фототерапии подвластны не все виды раковых опухолей. Ведь излучение лазера не проникает глубоко в ткани организма. Таким методом сейчас лечится целый ряд онкологических заболеваний. Это рак кожи, рак слизистых, это рак бронхов, рак пищевода, желудка, полость рта, гинекология, рак толстого кишечника. Но сразу должно говорить, что этот метод не является радикальным. Это метод, который применяется и должен применяться совместно с хирургическим, лучевым методом, химиотерапевтическим. В редких случаях он применяется как радикальный, допустим, опухоли кожи. Базальный клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи. Вот во всех остальных случаях он должен входить в комбинированное лечение злокачественных опухолей. Мы рассказали всего лишь о нескольких разработках обнинских ученых из-за радиологического медицинского центра. Многие из этих методик уже вошли в медицинскую практику и используются в больницах и онкологических центрах. Но ведь в Обнинске находятся десятки институтов, связанных с изучением радиации. Насколько плодотворно сотрудничество физиков, химиков и медиков? Объединение ассоциаций институтов, допустим, физического профиля, радиохимического, медицинского. И это способствовало разработке новых технологий, разработке новых методов диагностики, разработке новых методов лечения. Я думаю, что если бы вот такие программы больше интегрировались и больше в этом плане создавалось, то мы бы успешнее решали многие проблемы. Мы продолжим знакомство с Наукоградом Обнинском в одной из следующих программ. Атомные технологии и пограничные дисциплины. История и современность. Что такое доброта? Ответ на этот вопрос ищет режиссер Феликс Михайлович Соболев в своем фильме «Добрый и злой». Это было в 1972 году. Но поставленные им вопросы никогда не устареют. Мы попросили психолога прокомментировать один из экспериментов фильма. Ребята, кто любит маму? Поднимите. Все любите маму. Ну, опустите ручки. Послушайте меня. Ребята, вам сегодня апельсины дали. Вы можете съесть свои апельсины. А можете оставить и для мамы. Вечером придет за вами мама, а вы дадите ей и угостите. Ты и папе дашь. Хорошо. Ты маме. Хорошо. Я маме. Ты маме оставила. Хорошо. Я маме. Ты сейчас пойдешь домой. Ну, до свидания, Вадик. Да, Вадик. А ты апельсин свой съел? Нет. Не съел? Половинку съел, а половинку маме оставила. Половинку маме оставила. Молодец. Правильно. Мама придет, и ты маму тоже угостишь. Правда? Ну, до свидания. До свидания. Маме решил оставить. А почему ты решил маме оставить? Чтоб того, дядь, поделить. До свидания. Да, Ирочка. А ты не съела свой апельсин или съела? Да, вот он. Вот он. Не съела. А почему ты не съела? А я бы хотела маме оставить. Не съел. Не съел? А где же твой апельсин? Съел. Съела? А почему же ты съела его? Съела. Съела? Я забыла оставить. Потребность съести апельсин в данном случае оказалась сильнее, и это нормально. Потому что ребенок этого возраста, он еще не произволен. Его поведение, оно в основном непроизвольно, ему трудно регулировать свои мотивы. Ему трудно их соподчинять. До свидания. Да, Ленечка. А ты апельсин свой съел? Съел? Весь? Да. И маме ничего, ничего не оставил? Там еще у нас есть и конфеты дома. Конфеты есть дома. Так ты конфеты решил дать маме, апельсин сам съесть. А может быть, мама твоя тоже бы захотела апельсином кусочек съесть? Съела. А почему же ты съела его? А почему же ты маме не оставила? Мама не любит апельсин. Твоя мама не любит апельсины? Скушала все. Все скушала? А почему же ты съела весь свой апельсин и маме нисколечко не оставила? У тебя такая хорошая мама. Скажи мне, Гена, а ты апельсин свой оставил? Съел. Весь съел? А почему же ты его съел? Потому что у меня маме болят зубы. Был проведен в психологии подобный эксперимент, когда ребенка ставили у одного края стола, а с другого края лежал какой-то предмет. И он должен был без использования каких-либо средств достать этот предмет. Но это заведомо не могло у него получиться. Экспериментатор выходил из комнаты, и большинство детей обходили стол, брали этот предмет и говорили, что они его достали. За это ребенку давали конфету. И то же самое оказывалось, что некоторые дети радостно съедали эту конфету, а некоторые дети начинали плакать и отказывались. Вот этот феномен получил название феномен горькой конфеты. Он говорит о том, что у некоторых детей уже формируется понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Помните стихотворение Маяковского? Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы дети действительно задавали такие вопросы, это было бы большим счастьем. В большинстве же случаев они просто смотрят на нас и все повторяют. И хорошо бы нам помнить об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Людей в Средневековье распознавали по их гербам. Оказывается, они были и у благородных рыцарей, и у простолюдинов. Всевозможные знаки указывали на домовладельцев и священнослужителей, оружейников и булочников. Пространство городов было насыщено массой изображений. И, подобно городу, она была неоднородна и иерархична. Это только следы. Это только отметинки на дереве истории, по которым мы догадываемся о том, что Геральдика существовала. Но что она собой представляла? Ведь это не просто совокупность всех этих гербов, знаков и так далее. Это некая система, это некий способ мышления. И перед нами встает проблема, как его реконструировать. Концепция эмблематической среды понадобилась для того, чтобы ответить на вопросы, на которые вот так ответы получить не удавалось. Согласно этой концепции, не столько герб, сколько взаимосвязь разных визуальных знаков проясняет исторический смысл. Звенья цепи бургундского ордена Золотого Руна выполнены в виде огнивы. Иллюстрацию бракосочетания Людовика XII и Анны Бретонской сопровождают латинские «Л» и «А», перевитые веревками и гирлянды из золотых лилий, перемежавшимися с черными хвостиками горностая. Чего не знаем, того не видим. А для современников это было ясно. Изобразительные или фигуративные девизы. Это часть, которая не входит в герб. Вот мы все прекрасно знаем о войне алый и белый роз. Но дело в том, что ни в гербе Ланкастеров, ни в гербе Йорков, ни алой, ни белой розы не было. И эти розы – это вот эти фигуративные девизы. Дополнительные визуальные обозначения. Подчас они заменяли и визуализировали и персонажа отдельного, и его рот в целом. Запретов на использование каких-либо символов любыми сословиями нет. И по деталям нельзя определить ранг герба. Только в 15 веке в неблагородных гербах португальцев запрещен золотой и серебряный цвета. Класс ранговых элементов появится лишь в новое время. На гравюре швейцарского собрания над каждым главой кантона – его герб. Иногда упоминание символов в тексте помогает расшифровать смысл события. Толпа сторонников Медичи выкрикивала «Поле!», буквально «Шары!». И в этом нет ничего странного, так как в гербе рода бывших аптекарей было пять красных пилюль. Так мятежники выражали им поддержку. Знак стал функциональным. Мы получаем реальный шанс реконструировать вот это эмблематическое пространство и, шире говоря, средневековую геральдику как систему со своими связями, со своими взаимовлияниями, со своими внутренними закономерностями. И мы можем попытаться ответить на вопрос, что она значила для современника. Как прочитывалась на разных социальных уровнях. Как она прочитывалась не слишком грамотным крестьянинам, как она прочитывалась тем же рыцарем, как она прочитывалась высокоинтеллектуальным епископом. Путь к реконструкции средневекового мышления через геральдику сложен. Но концепция эмблематического пространства помогает расписать геральдические формулы. Одним из самых замечательных феноменов любого языка являются скороговорки. Они позволяют почувствовать фонетическое богатство устной речи, потому что главное в скороговорке – необычное сочетание звуков. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. В этой популярной скороговорке, как и большинстве других, главное – звук. Но если покопаться в этимологии, окажется, что красивые словесные созвучия не лишены лингвистического смысла. Начнем с первой части. Почему Карлу так приглянулись кораллы? Как известно, имя Карл было самым популярным у европейских монархов. Носил его и древний французский император Карл Великий. В IX веке он вел постоянные войны со своими восточными соседями и подчинил себе чехов, сербов и другие славянские народы. В их сознании имя Карл, в другой транскрипции – Кароль, тесно связалось с представлением о могущественном государе и воспринималось как титул, а не как имя собственное. Нетрудно догадаться, что Карл, пройдя сквозь горнила западнославянских языков, превратился в русское слово «король». Это произошло примерно в XII веке. А в XVII корольками или королями на Руси стали называть украшения из кораллов. Шло это слово к нам через Восточную Европу, в языках которой «корал» звучит очень похоже на «король». Еще коралловые бусы называли кралями, так же, как карточных королев и дам. Если учесть экзотичность и дороговизну коралловых украшений, то тягу, которую испытывали к ним королевские особы, вполне можно объяснить хотя бы на уровне скороговорки. Теперь попробуем объяснить тягу Клары к ларнету. Корневое созвучие этих слов легко улавливается на слух. Так же, как чуткое ухо музыканта или меломана, сразу отличит высокий звук кларнета. Название этого инструмента восходит к французскому «клер», что означает «светлый», «ясный», «чистый». За ясность и чистоту звука этот деревянный духовой инструмент и получил свое имя. Женское имя Клара тоже означает «светлая», «чистая». Клара и кларнет – однокоренные слова. Так что на этимологическом уровне тяга Карла к кораллам и Клары к кларнету вполне объяснима, не говоря уже о звуковой сочетаемости всех слов этой скороговорки. Недаром язык иногда сравнивают с музыкой, где звук порождает смысл и наоборот. Далее в программе. Если в глазах двоится, проверьте зрение. Будущее безмыслителей. Потрясающая информация от доктора философии Владислава Лекторского. Во времена Герцена это считалось немецкой забавой, а уже через 50 лет – исконно русской традицией. Тургенев впал ей под ноги и остался так недвижим до конца жизни. Розанов о самой знаменитой цыганке 19 века. О, если бы вы только знали, сколько, мягко говоря, неприятных сюрпризов буквально на каждом шагу подстерегает людей с плохим зрением. А ведь у половины человечества сегодня зрение далеко не идеальное. Многие считают это почти нормой и не занимаются своими глазами вплотную, а зря. Для начала необходимо установить, какое именно нарушение произошло в работе зрительного аппарата. И в первую очередь пациент должен рассказать врачу, как именно он видит окружающий мир. Часто люди не могут подобрать правильные слова для описания своей картинки. У кого-то буквы таблицы слегка размыты, у кого-то немного двоятся, а у некоторых они просто смазаны в одну сторону. В Технологическом университете австралийского штата Квинсленд разработали методику, благодаря которой легче постигается смысл понятия плохое зрение. В основе методики прибор, который сегодня применяется при подборе контактных линз. С его помощью измеряют кривизну роговицы передней части наружной оболочки глаза. Ученые использовали датчик волнового фронта, позаимствовав его у астрономов, которым он помогает устранять размытость изображений звезд, когда их фотографируют сквозь дрожащую атмосферу нашей планеты. В офтальмологических исследованиях этот видеокератоскоп позволяет измерить параметры оптической системы глаза. Автор новой методики – профессор Коллинз. Для подобных измерений на все части этой оптической системы поочередно накладывается прямоугольная сетка. От роговицы она переходит на зрачок, а от него на хрусталик глаза. Затем прямоугольная сетка перемещается на сетчатку, и мы тут же снимаем то и другую на пленку. Математически проанализировав искажения этой прямоугольной сетки, можно определить, что видит сам пациент, получить представление, как он зрительно воспринимает мир. Затем, применив раздел математики, известный как Риад Фурье, ученые разбили видимое изображение на компоненты и, исходя из устройства глаза, скомбинировали их в определенном порядке. Так появилась на свет программа, позволяющая математическим путем воссоздать то, что видит другой человек. Ведь в реальной жизни глаза могут иметь целый набор существенных отклонений от нормы. Астигматизм, близорукость, дальнозоркость, несимметричная и сферическая аберрация. И все они могут самым причудливым образом сочетаться. Новая система помогает разобраться во всех этих сложностях и подобрать правильное лечение. Современные философы пришли к выводу. Человек сегодняшней цивилизации становится все невежественней. И виной этому безудержный поток информации и ставший символом электронной культуры – интернет. Наши исследователи из Академии образования изучали проблему чтения у школьников. Они пришли к выводу не только о том, что школьники меньше читают, но самое честное, что наши школьники, к сожалению, пользующиеся интернетом, сейчас думают хуже, чем думали их свестники 10-15 лет тому назад. Притупляется критическая способность мысли. Вот какая-то удивительная вещь. Информационная цивилизация, я сказал, и цивилизация знаний, все основаны на знаниях, так сказать, на мыслях. С другой стороны, эта цивилизация одновременно может привести к тому, что у большинства людей, не у всех, не у тех, кто новые технологии разрабатывает и двигает новые новости, а у большинства думать не надо, уже за вас все решено. Способность думать атрофируется. Ведь на любой вопрос есть ответ. И все предлагается в готовом виде. От реферата до диссертации. Вот только нельзя оценить подлинность информации. Гранная культура, когда картинка, не просто текст, а картинка дает больше информации, чем текст. И все можно в тексте выразить, что картинка дает. Это новые возможности. Но колоссальные минусы. Когда вы картинку смотрите, тем более мгновенно меняющиеся, сменяющие друг друга картинки, вам некогда рассуждать. Когда вы читаете книгу, что-то почитали, вам не понравилось. Вы не согласны. Вы отложили книжку, подумали, снова еще это место прочитали. Скажите, нет, он не так рассуждает, так-то. Я не согласен с ним, а гранитации неубедительны. Когда вам показали картинку с текстом, потом следующий, вам думать некогда. Вы глотаете информацию, заглатываете ее. Думать не надо. В музыке, в литературе есть способы отбора. Смазовы, если угодно, фильтров, селекции какой-то, выбора. В интернете фильтров нет. Второй миллиард погружается в виртуальную реальность мировой сети. Упаковав в компьютеры, как в сейф, все данные, от элементарного бланка до управления ракетами, мы не представляем, что с нами будет, если вдруг не найдется ключ. Декарт все время задавался вопросом, где грань между реальным опытом и сновидением, как это наконец-то провести, где критерий от лечения. Ну, вопрос чисто теоретический, философский, по-своему интересный, он показал, насколько это не такой простой вопрос. Так сейчас этот вопрос уже не теоретический, а вопрос в каком-то смысле даже практический. В интернете эта грань между реальностью и сновидением, она развивается, такая полусновидческая реальность. Там можно делать то, что делать нельзя в жизни, можно из одного человека в другого превратиться. Вообще, так сказать, там больше возможностей для трансформации. И они настолько привыкают в этом интернете жить, что эта жизнь в интернете, мне кажется, более интересной, и более реальной даже, чем жизнь нашей обычной реальности. Вот это такая псевдореальная жизнь возникает. За всем этим стоит проблема глобальная, именно философская. Проблема, вот вызовав тем способом понимания мира и самих себя, которые были привычными и с помощью которых они жили сотни и тысячи лет. Оркестр истории играет прошлое с натурой. И публика внимает строго, прихотливо. Все неизвестное из вечной увертюры исполнит удивительное трио. Удивительное трио. О рождественской елке. Ель, которая впервые была использована в качестве рождественского дерева, выросла в Германии в первой половине 16 века. Власти города Селеста поручили леснику срубить для них на Рождество дерево, с которым издревле было связано множество религиозных легенд. Обычай столь полюбился народу, что в 1555 году отцы города Селеста вынуждены были ввести штраф за рубку леса. Каждый гражданин может иметь на Рождество не более одной елки, которая должна быть не более 8 футов в высоту, а украшениями для нее должны быть цветная бумага, яблоки, вафли, позолота и сахар. Согласно указу Петра Первого от 20 декабря 1699 года, в день Нового года было велено пускать ракеты, зажигать огни и украсить столицу хвоей. По большим проезжим улицам и знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чина, перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным, хотя по дереву или ветви над воротами, или над хороменными своими поставить. После смерти Петра его рекомендации были основательно забыты. Царские предписания сохранились лишь в убранстве питейных заведений, которые перед Новым годом продолжали украшать елками. Часто дерево оставалось на крыше кабаков весь год, и кабаки стали называть елками или же Иванами-Елкинами. Пойдем-ка к елкину, для праздника выпьем. Видно, у Ивана-Елкина был в гостях, что из стороны в сторону пошатываешься. А ввиду склонности к замене алкогольной лексики появились и елочные эвфемизмы. Елку поднять, пьянствовать. Елка упала, пойдем поднимать, идти в кабак. Быть под елкой, находиться в кабаке. Вновь елки в России, как атрибут Рождества, появились в домах петербургских немцев только в 20-х годах 19 века. В 40-х годах писатель Иван Панаев восклицал, в Петербурге все помешались на елках. Без елки теперь существовать нельзя. Что за праздник, коли не было елки? А в начале 20-го века философ Василий Розанов вспоминал. Много лет назад я с удивлением узнал, что в сущности обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных русских обыкновений. Елка так привелась в русском обществе, что никому в голову не придет, что она не русская. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ В России имя Полины Виардо чаще всего упоминается в связи с именем Ивана Тургенина. А между тем, это была одна из самых самобытных и загадочных женщин 19 века. Казалось, она вся соткана из парадоксов. Безобразной красавицей назвал ее один из современников. И в самом деле неправильные, слишком крупные черты лица, сутулая спина не могли внушать никакого восторга. И тем не менее, как сказал историк Жюль Мишле, она вызывала не просто энтузиазм, а фанатизм. Однажды Полину Виардо решили пригласить на гастроли. Но импрессарио был незнакомый, и поэтому воспользовался сведениями других певцов, узнав, кто такая Полина Виардо. И услышал, что она очень некрасива. И решил в таком случае уже приехать лично, познакомиться с ней. И вот в книге воспоминаний знаменитого французского музыканта и композитора Сен-Санса есть такой отрывок об этом эпизоде. Дверь открывается, и появляется она, одетая с искусной простотою. В удивление она останавливается, как будто только что увидела незнакомца в своем доме. Очарование подействовало мгновенно, как удар грома. Великая артистка обладала огромной эрудицией и дьявольским умом. На одном из концертов в Петербурге молодой начинающий писатель Иван Тургенев без памяти влюбился в 20-летнюю, но уже замужнюю певицу Полину Виардо. Да так влюбился, что никогда ни на ком не женился. Всю жизнь ее боготворил, жил возле нее в ее семье и писал только о любви. И так до конца своих дней. Русский философ Василий Розенов, много размышлявший об этом феномене, хлестко сказал, Тургенев как бы пал под ноги этой женщины и остался так недвижим до конца жизни. Как раз в связи с фантастически верной и возвышенной любовью Тургенева у нас в Виардо и упоминают. Но Тургенев был не единственным, кто пал под ноги этой женщины. Ей делал предложение знаменитый писатель Альфред де Мюссе. Ее боготворил Шарль Гуно. Позже в нее страстно влюбился принц Баденский, и она даже родила от него сына. Поразительно, что не только принц, но и Луи Виардо, и Иван Тургенев относились к мальчику по-отечески. Была такая история, ставилась премьера оперы, и Полина после некоторого перерыва должна была вновь блистать на сцене, и вдруг заболел маленький сын. Она пыталась отложить премьеру, но это было сделать невозможно. Мальчик находился между жизнью и смертью, и Полина просто была в отчаянии. Она пела и плакала эту премьеру, а за кулисами ее ожидали три мужчины. Луи Виардо, Иван Тургенев, принц Баденский. И все трое были трепетны по отношению, конечно, к певице, и по отношению к этому маленькому мальчику. Полина Виардо-Гарсия. Цыганка испанского происхождения из знаменитой артистической семьи. В ее семье все артисты – отец, мать, сестра. Что-то в ней было – цыганская ли магия, испанская ли страсть, или феерический талант. И дело даже не в том, сколько мужчин в нее было влюблено, а большинство безответно. А среди них, между прочим, знаменитый французский художник Ари Шефер, Ференс Лист, историк Жюль Мишле. Сила ее была в самой ее независимой личности и уникальном голосе, которому критики искали и не находили названия. Но главное, высказано было уникальное определение – голос а-ля Виардо. То есть, согласитесь, это уже авторское определение. Вот такого голоса уже больше нет и не будет. Голос а-ля Виардо. Многие писали о ее несравненном даре. Ее успех был беспримерен. Ее называли «звездой о семи лучах». Никогда еще в опере не бывало подобной певицы, признал известный парижский критик Анри Приво. Ею восхищались Шарль Гуно, Теофиль Готье, Камил Сенсанс, Михаил Глинка, Генрих Гейне, Фредерик Шопен. Список можно было бы продолжить на нескольких листах. Но Полина Виардо была не только певицей. Многогранная личность ее требовала многогранного выражения. Она была талантливой пианисткой, блистательное будущее, который прочил сам Ференс Лист. Она была педагогом, создавшим свою уникальную систему обучения вокалу. Если кто-нибудь, может, и слышал, что Виардо писал о романце, причем на стихи лучших поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, то еще одно ее увлечение может стать подлинной сенсацией. Кто автор этих восхитительных портретов, столь выразительных, столь психологических? Кто запечатлел такого могучего, грандиозного Толстого? А Репин, Крамской или, может быть, Суриков? Нет. Полина Виардо, любившая рисовать на досуге. Насколько восхитительна была мадам Виардо как художница. Ее портреты, ее портреты, это мало того, что они естественно похожи, но это психологические портреты. Иван Сергеевич под рукой Виардо появляется и романтическим героем, и очень изможденным человеком, изможденным болезнью в первую очередь. Виардо умудрялась, умело схватить и показать вот в этих неуловимых таких вот рисовальных штрихах суть человека сразу, причем не обучаясь, как вы знаете, профессионально не обучаясь рисованию. Так же, как и ее муж, кстати, тоже неординарный человек, журналист, писатель Луи Виардо, Полина прожила очень долгую жизнь, 90 лет. И если в молодости ее называли безобразной красавицей, дурнушкой, а она сама о себе говорила, я решительно не хороша собой, то в старости она стала просто безусловно красивой и импозантной дамой. Эта тема заслуживает отдельного исследования, ведь есть выражение «зрелый человек ответственен за свое лицо». И еще говорят «душа на лицо налезла». Видимо, красивая душа. Душа парадоксальной женщины, окутанной загадками и тайнами, неисчерпанными поныне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова